Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч, и мы сейчас находимся у представительства правительства Нижегородской области при правительстве Российской Федерации, то есть представительства Нижегородской области. Сюда собираются возложить цветы представители журналистского сообщества Москвы и, возможно, России. Вот уже несколько журналистов вы видите с камерами в ожидании замерла, и также сразу три полицейских автобуса с этими решетками стоят. Два здесь, в Малом Палашовском переулке, и третий подальше, прямо у Пушкинской площади. Вот, сейчас мы обойдем людей, тут достаточно узкий тротуар и узкое место, но вот Союз журналистов России избрал местом возложения цветов представительство по Нижегородской области в Москве, вот здесь, в Малом Палашовском переулке. Вот, при этом, с одной стороны, двоякая ситуация, друзья, с одной стороны, они чтут память Ирины Славиной, но с другой стороны, они не хотят как бы превращать это в массовые мероприятия, поэтому действуют крайне тихо. Но в то же время, они попросили вот это руководство, представительству Нижегородской области не убирать цветы хотя бы до завтра. В память об Ирине Славиной, журналистке, которая год назад совершила акт самосожжения у руководства МВД по Нижегородской области, и трагедия эта всколыхнула умы многих людей. Вот, накануне у Ирины Славиной был проведен дома обыск издевательский, чудовищный, пойдемте, пройдемся, чудовищный издевательский обыск. Она вела свое маленькое СМИ, как там называлось, код пресс и так далее. В общем, эта женщина не выдержала давления вот этих вот людей. Посмотрите, еще один чудесный автобус. Вот, она не выдержала этого давления и просто сожгла себя. Я, Владимир Залещак и Святослав, поехали на прощание с Ириной Славиной. Вели оттуда и прямой эфир и сняли несколько роликов. И, конечно, эта трагедия не могла не всколыхнуть просто весь рассудок мой. Вот, и сегодня мы еще здесь побудем, посмотрим. И, ну, полагаю, что много людей придет, потому что тогда, год назад, на прощание к Ирине Славиной пришло несколько сотен человек. По тысячу человек, в общем и целом, пришло. Многие люди пришли. Людей это не оставило равнодушным. И сейчас хочу вам сказать, журналистское сообщество действительно с большим интересом к происходящему относится. Вот, вы видите, еще один журналист идет к месту грядущих событий. Вот, что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание ролика подскажет вам, как поддержать мой труд. И я еще хочу пару слов сказать о правде и кривде. Не знаю, на мой взгляд, Ирина Славина пала жертвой войны. Реальной и настоящей войны. Войны за освобождение Родины. Я не считаю ее самоубийцей и так далее. Я считаю, что ее убили. Убили вот эти вот, убили коллеги вот этих вот, убили. Убила вот эта служба, которая, ну вот как одна умирающая человека, у него почему-то несоразмерно, мускулистая одна только рука. И он этой рукой сам себя душит. Вот, и вот, и вот, и вот. Мы не государство, мы не страна, мы монстры, к сожалению, сейчас. И России необходимо полное перерождение, чтобы от этого ужаса избавиться. И хочу вам сказать, что эта информационная война, она имеет настоящие жертвы и настоящие бомбы и все совершенно по-настоящему. Вот как умерла Ирина Славина, как сейчас продлен домашний арест. А Михаилу Алферову, вот, внимание, всем зрителям, подписчикам Михаила Алферова, поддержите парня. Он реально нуждается в вашей поддержке. У него арестована карта. Можно обратиться к его матери, если кто-то решит его поддержать. Друзья, я передам вам все координаты. Ему нужна помощь и поддержка. Если вы живете в Кемерово, загляните, хотя бы продукты принесите и так далее. Домашний арест может быть настоящим мучением, когда человек лишен доступа к средствам связи и так далее. И он при этом блогер. И Михаилу очень тяжело. Это порядочный, достойный человек. Пару слов еще про грядущую эвакуацию или учение об эвакуации, которые вот три дня назад, или сколько там, состоялись на станции Лосиный остров на северо-востоке Москвы. И меня поразили... Да, учение, это, конечно, трындец. Представляете, людей, условно заболевших, эвакуонаселение, сажать в какие-то поезда и куда-то возить. А знаете, что кажется бредом? А вот они могут. Они могут. Их много, их хорошо кормят, им дают задачу, и они смогут. Вот так же, как смогли расстреливать, репрессировать огромное количество людей, так же. А потом шли усталые, блин, надовольные, домой к своим женам. И вот эти пойдут сериальчики потом смотреть. А Ирина Славина в страшных мучениях погибла в Новгороде год назад. И пробуждайтесь. И вот меня поражает канал, я его не буду пиарить вообще. Назовем его так от обратного. Я самый честный, исключательный знак, YouTube-канал. Я самый честный канал, я ему скажу одно, хватит врать. Слышите, хватит врать. Потому что этот канал такой, позиционирует себя как рубаха-парень, и такой простой чувак вылез там откуда-то и запел. Он вообще порит неизвестно что. Из газеты «Вечерняя Москва» его бы уволили, его бы стажером даже не взяли, потому что там ложь на лжи. А главное, меня поразило, я молчал, я не лез. Каждый имеет право чирикать, как хочет. Но когда он полез, он типа под эгидой действует, что не надо раздувать и сеять панику, давайте спокойными будем. Знаете, да, панику не надо, но все-таки объективно информацию надо людям преподносить, а не лгать. Вот так вот, как он лжет, постоянно делая фальшивые телефонные разговоры, да его бы уволили. Потом я увидел стремительный рост этого канала, как вот поганки растут после дождя. И, ну, знаете, вот я посмотрел на ведущего, этого молодого человека, который вот не спешит раскрывать свою личность. И вот мне пришла на ум цитата из «Мастера и Маргариты». Секретарь Лапшенинникова подняла на меня свои раскосы от постоянного вранья глаза. И, знаете, вот пришла мне на ум вот эта вот цитата, когда я увидел этот персонаж. Ну, да ладно. И я молчал, я не лез, но когда он начал говорить, что это фейк, никаких учений не было и вас дурят, учения были. Во-первых, чтобы вы понимали, не знающий нифига в журналистике и газетном деле юноша, мужчина, не знаю, кто вы там, как вас зовут, не знаю, имя свое прячете. А сколько вам заплатили за последний ролик те, кому вы служите? Вот прям вот реально, я смотрю на это вот, на это вот, лицом мне назовешь, и понимаю, что ему проплатили, просто проплатили. Поверьте, да, я имел дело с левачком, там где-то что-то похвалить в газетеночке в какой-нибудь. Кто же не имел-то? По чуть-чуть. И видно, видно, когда журналистишки подкинули на кармашек. Ох, а тут даже не журналист в газетном деле нифига не смыслит, сказал, что «Звездный бульвар» — это крупное издание. Да это фигово парочка журналистов. И да, естественно, блин, этот материал спустили сверху. Достаточно посмотреть на подпись к фотографии ГОЧС Москвы. Их пресс-служба сфоткала, они провели на бумаге учения. Но учения были. И учения были для чего? По эвакуации людей из Москвы на поездах, условно больных. Для чего были эти учения? Протестировать общественное настроение, помимо прочего. Посмотрите, как они крясутся. Просто прощание с Ириной Славиной, просто прощание с ней. И вот два коротелевоза, там третий. А кто ее довел до смерти? Кто довел? Я не оправдываю самоубийство. Самоубийство, друзья мои, это действительно очень плохо. Наша страна лидер по числу самоубийств. И совершая самоубийство, думая об этом, друзья, вы играете им на руку. И я играю им на руку. Поэтому нет, нифига. О, приехал велосипедист. Посмотрите направо, пожалуйста. Покажите велосипедиста. Вот. Это такой оппозиционный деятель. Вот он на Немцовом мосту тусовался. Но он человек достаточно неадекватный. Он совершил нападение с помощью газового баллончика на одну женщину. Вот. Поэтому мы будем аккуратно держаться. Но раз здесь велосипедист, значит, будет много всего веселого. Что же. Ну, а мы посмотрим. Дорогие друзья. Вечная память Ирине Славиной. Жертве борьбы за правду. Такие люди в журналистике есть в любой стране мира. Ирина Славина, ну, для меня лично, как для журналиста. Я достаточно опытный газетный журналист. И пописывал я и в Звездный, и вот этот бульвар, кстати, хочу сказать. Большинство этих районных газет издают газеты «Вечерняя Москва». Вот. И хочу сказать, вот такого вот прохиндея бы не взяли бы на работу. Все, молчу, молчу, молчу. Хватит врать уже, надоело. Хе-хе-хе-хе. Дорогие друзья, учения были. Там не было суперколонн, ведомых куда-то, на бумаге в основном взаимодействие отрабатывалось. И проверялась наша реакция. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Загляните в описание этого ролика, чтобы поддержать мой труд. Я в этом нуждаюсь. Если вы решите поддержать Михаила Алферова, друзья, он в этом сейчас очень нуждается за свои смело сказанные слова. Добавлю в дополнение к его словам, что Эрофистан внезапно оказался должником у Китая более чем на 125 миллиардов долларов США. Вот такие вот дела. И Миша нужна ваша поддержка. Что ж, вечная память Ирине Славиной. И да не будет она забыта никогда. Да.